Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня мы с вами распакуем Xiaomi Redmi Note 3, как и обещал. Очень быстрая будет распаковка. Это новое видео на канале. Мы начинаем. Поехали! Как сэкономить на покупках на Алиэкспресс и других китайских магазинах? Кэшбэк-сервис Letyshops.ru позволяет экономить 4% при заказах на Алиэкспресс и до 30% в других магазинах. Что такое кэшбэк? Кэшбэк — это возврат части денег, потраченных вами в интернет-магазине. За активацию аккаунта на сайте Letyshops.ru вы получаете бонусные 200 рублей. Также для удобства пользователей разработано дополнение для браузера Google Chrome или Яндекс.Браузер. Установите его и проверяйте наличие кэшбэка на страницах магазина. Пользуясь Letyshops.ru, вы сможете выводить от 500 рублей. Letyshops.ru. Быстро, удобно, выгодно. Друзья, всё у нас приходит вот в таком вот пакетике с пупырками. Оценен в 99,99, 89, что-то там грамм. Написано Mobile Fonts. Почему-то Fonts, они пишут Fonts, это же телефоны. Здесь же не телефоны, здесь телефоны. У нас есть переходничок и больше в пакетике у нас ничего нет. Повторюсь, всё это шло с деком порядка двух с половиной недель. В Китае больше времени провёл данный смартфон. Прошу любить и жаловать, Xiaomi Redmi Note 3. Данный смартфон даже не распечатан. То есть, как его на заводе запечатали, так его больше никто, в принципе, не запечатывал. Или, может быть, магазинчик у нас запечатал, если они касались телефона своими грязными китайскими руками. Есть у нас вот такой вот силиконовый чехольчик. Я думаю, на первое время владельцу данного смартфона этот чехольчик будет как раз в тему. Стоит небольших денег. Ссылочка будет в описании и на чехол, и на телефон. На момент заказа там была самая низкая стоимость данного изделия. Вот такой вот силиконовый чехольчик. Сразу на него посмотрели и откладываем в сторону. Также у нас есть плёночка. Глаз Про. Все дела. Здесь у нас есть вот такая вот дополнительная тряпочка-стикер. И тряпочки для того, чтобы вы могли протереть экран перед тем, как устанавливать стеклышко. И само, соответственно, стеклышко выглядит вот таким вот образом. Давайте сразу посмотрим, чтобы потом ко мне претензий, если что, не было. Ну и стеклышко вот таким вот образом треснуло. Друзья, вот таким вот образом треснуло стеклышко. Треснуло стеклышко и его никак, соответственно, не наклеить. Магазин. Вам привет. Нахваливал, нахваливал. Но тут магазин не виноват. Тут, скорее всего, доставка. В общем, стеклышко у нас треснуло. Будем надеяться, что со смартфоном должно быть всё в порядке. Но судя по упаковке, я понял, что что-то там должно быть не так. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим на коробочку перед тем, как её открыть. Очень надеемся, что там всё хорошо. 32 гигабайта. Цвет должен быть Space Gray. И мои номера. 2 сим-карты. 3 гигабайта оперативной памяти. По техническим характеристикам это то же самое, что и Redmi Note 2. Единственное отличие. Сканер отпечатков пальцев. Увеличенная ёмкость батареи. И, конечно же, алюминиевый корпус. Итак, 4050 мА у нас батарейка. Процессор Helio X10. 4G, 3G, 2G всё это дело поддерживает. Давайте уже открывать и посмотрим, что у нас там. Действительно, он или не он. Итак, момент истины. Та-дам! А там он. Там он, да. Всё хорошо. Он и вроде как без треснутого дисплея. Это уже очень большой плюс. Ну что, про стандартную комплектацию долго говорить не будем. Давайте откроем ради приличия. Посмотрим, есть ли у нас здесь лоточек под... Нет, у нас лоточка. У нас здесь есть вот такие вот замечательные... А, нет. Есть у нас здесь лоточек. Он просто спрятан. Симка эта. Скрепка для того, чтобы извлекать лоток для сим-карты. Краткая инструкция. Всё это очень уже давно стало походить на стиль Apple по упаковке. Единственное, что не совсем такой картон у WebLab применяется. Здесь у нас... Давайте посмотрим. Ни края USB, ни Type-C. Стандартный кабель оригинальный. Быстрая зарядка. Какие у нас технические характеристики в этой зарядке. Так, найти бы ещё. Ох, 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 2 Ампера. 5 Вольт, 2 Ампера. И вот такой вот переходничок для того, чтобы заряжать в наших советских, российских розетках. Вот так вот всё делается. Давайте уже отложим всё это дело в стороночку. Мы будем упаковывать. И посмотрим на сам смартфон. Ну что ж, в руках действительно приятные ощущения. Действительно, металл холодит руку. Это честно всё, без всяких претензий. Металлические. Вот эти вот вставочки, как вы поняли, пластиковые. Есть... Смотрел я несколько обзоров интересных на данный аппарат. Действительно, правда, говорят, не идеальная подгонка пластика с металлом. Но, в принципе, я думаю, что если вы не совсем такой эстет, который будет до этого докапываться, вам будет всё равно. Итак, у нас здесь есть техническая информация о том, какие сети поддерживает. Ну, я думаю, что он все эти сети поддерживает. Никаких проблем нет. Здесь у нас оригинальность продукции. Давайте пробежимся по внешнему виду. И я просто вот пытаюсь понять, нравится ли мне этот смартфон или нет. То есть, нравится ли мне, как он выглядит, и нравится ли мне его держать в руках. Друзья, ну, 5.5 диагональ. Действительно, большой смартфон. Надо привыкать, опять же, тем людям, у которых не было такого большого смартфона до этого. Но я не так давно в руках держал первую реинкарнацию данной модели. Он действительно смотрится как гробик. Хотя тогда тоже все восхищались. Ну что ж, сзади у нас алюминий, пластиковые вставки, решёточка под динамик. Небольшая финтифлюшка для того, чтобы приподнимать корпус во время того, как смартфон находится на какой-то поверхности, чтобы звук не перекрывался. И вы слышали ваш звонок. У нас есть модуль камеры. У нас есть сканер отпечатков пальцев. Что у нас здесь? Светодиодная двойная вспышечка. Снизу, немножко слева, у нас есть микро-USB для синхронизации. Есть микрофон. Сверху у нас есть дополнительный микрофон. 3,5 и инфракрасный порт для управления домашней техникой. На правой грани у нас есть клавиша регулировки громкости. Она сдвоенная. Тоже надо понять, есть ли скрипт. Ну, вроде как ничего не лифтит. Подгон. Цвет мне нравится. Вот Space Gray цвет вообще самое то. Не знаю насчёт золота, насчёт серебра. А Space Gray прям вообще космический серый цвет. Цвет как у айфона. Они очень сильно этот цвет скопировали. Клавиши включения-выключения. Ну, вроде даже клавиши они не барахлят. Хотя смартфон стоит 200 долларов. Значит, что у нас? Спереди у нас экран. Давайте снимем транспортировочную плёнку. С кайфом снялось. Вообще всё как надо. Снизу у нас клавиши управления. Сверху динамик. Камера. Сенсоры. Ну, дисплей видно, что смартфон абсолютно новый. Есть ли у него олеофобное покрытие? Да, олеофобное покрытие присутствует. Аккумулятор несъёмный. Лоток под сим-карту. Давайте сразу посмотрим, как он выглядит. Никогда у меня ещё не помню... А, помню. Xiaomi Mi 4 у меня был смартфон, который без съёмного аккумулятора. Туда надо было также вставлять сим-карточку. Таким вот движением мы открываем лоток под сдвоенную сим-карту. И выглядит это всё вот таким вот образом. Достаточно приятно. То есть, вы сюда кладёте свою сим-карточку. Обе сим-карты мини. Всё это дело закрываете вот так вот. Давайте попробуем включить. Включится ли смартфон. Я думаю, он не разрядился за столь непродолжительный промежуток времени, пока ехал он до нас. Итак, друзья. Ну что, я считаю, что распаковка данного смартфона действительно для нас является важной частью в том плане, что вот бывают вот такие вот моменты, как произошло со стеклом. То есть, вы заказываете в интернет-магазине, к вам приезжает товар, и вот, допустим, мы взяли его там по-быстрому где-то распаковали и не зафиксировали всё это на видео. Ладно, мы там YouTube-канал, где есть практически 7 тысяч подписчиков, и мы это делаем для вас в большей степени. Но и вот такие вот подстраховочки, если, не дай бог, что-то происходит, они будут являться очень хорошим доказательством вашей правоты, когда вы будете предъявлять претензии к тому или иному магазину, где вы всё это дело покупали. Ну, прикольно. Прикольно. Xiaomi Redmi Note 3. Заднюю часть... Не знаю, стоит ли, стоит ли снимать. Давайте снимем заднюю часть. Вот так вот выглядит у нас сзади. Прикольный цвет. Прикольный сканер отпечатков пальцев. Он переливается. Колечко вот это вот переливается. Сделано прям вообще красоте. По красоте. По красоте сделано. Здесь у нас никаких вроде не должно быть царапин. Всё вроде хорошо. Итак, да, у нас смартфон включился. Есть мультиязычная прошивка. Русский язык установлен из коробки. Пропускаем все эти. Skip, Continuum, Next. Так, Next. Окей. Первое включение. Play Market установлен из коробки. Всё это хорошо. Единственное, ещё пока не могу понять. Full HD дисплей. Отключим автоматическую подсветку. Максимальная яркость устройства. Давайте сменим обои. Чтобы понимать, какая цветопередача у этого экрана. Друзья, ну что ждать. Full HD матрица. Мне немножко непривычно после 5.1 у моего Самсунга. На этом смартфоне диагональ экрана 5.5 присутствуют рамочки. Их никуда, скажем так, не деть. Но эти рамки, в принципе, комфортны для того, чтобы держать смартфон одной рукой. Они практически, вы их не замечаете. Буквально через пару минут использования этого смартфона. То есть гнаться за ультратонкими рамками тоже, в принципе, не вариант. Ну что ж, дисплей действительно достаточно сочный. Нравится олеофобное покрытие. То есть я сейчас пытаюсь пережить те ощущения, нравится мне смартфон или нет. Я до сих пор понять этого не могу. Но что ж, это, конечно же, средний по ценовой категории девайс. Но при этом с достойными техническими характеристиками. Это не флагманское устройство от компании. Совсем скоро, в конце февраля, представят Mi 5. И вроде как он будет очень дико похож на Самсунг. Да, прикольно. Давайте посмотрим камеру. Как фотографирует у нас камера. Ну что ж, вам видно. Вот так вот, да. Очень скорострельная камера. Один с фотографией буквально за несколько секунд. Тут надо согласиться. Причём сняты они. Я даже практически ничего не старался делать. Вот таким вот образом всё это дело неплохо смотрится. Давайте послушаем звук, настройки. Тестично русифицирована прошивка. Потому что некоторые системные приложения. Зайдём сначала о телефоне. Да, это Redmi Note 3. 26 гигабайт. 26, почти 27 гигабайт доступно. 3 гигабайта оперативной памяти. Восьмиядерный. 2.0 ГГц. MIUI 7.0. Вот такая вот версия Android 5.0.1. Вот такой вот лолипоп у нас интересный. Прикольно, блин. Он мне больше нравится, чем не нравится. Потому что, давайте, обещал звук. Прикольно его вот так вот поюзать. Потому что, когда покупаешь, я вообще хотел его в качестве основного смартфона. Ну, вообще круто, да? Круто. Соглашусь, что круто. Такой, знаете, насыщенный звук. Насыщенный звук. Я не ожидал от этого устройства. Такого, в принципе, неплохого звучания. А Bluetooth, понятно, Wi-Fi, GPS. Всё это дело здесь есть. По, вроде как, экран можно ещё настраивать дополнительно по цветопередаче. На это всё мы посмотрим. Я думаю, будет полный обзор данного смартфона. Буквально в считанные дни мы его сделаем. Покажем вам, что мы думаем про этот смартфон. Экран. Да, прикольно. Нет. Ну, на самом деле, нравится. Больше нравится, чем не нравится. Потому что он достаточно лёгкий. У него достаточно большая диагональ дисплея. При этом он достаточно комфортно лежит в руке. Очень грамотно сделан сенсор, сканер отпечатков пальцев. И вообще по дизайну он больше напоминает такое премиальное устройство, которое очень приятно держать в руках. Я даже не знаю, что рассказать ещё про этот смартфон в распаковке. Потому что на этом, пожалуй, всё. Всё, что мог сказать, всё, что хотел сказать, сказал. Это был смартфон Xiaomi Redmi Note 3. Распаковка на канале Gadgetmania. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте свои пальцы вверх. Делитесь этим видео со своими друзьями. Конечно же, пишите какие-нибудь остроумные комментарии под этим видео. И вообще всё, что вы думаете про канал. И в частности про эту распаковку пишите в комментариях. Ссылочки на данный смартфон будут в описании к этому видео. Всячески его, скорее всего, буду рекомендовать к покупке. Потому что альтернатив за эти деньги, в принципе, не так уж и много. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.